Посмотрите на этот потрясающий яичный крем, натянущийся сыр, на кусочки ароматного бекона-панчетто. Вот так должна выглядеть настоящая паста карбонара. И забудьте о сливках навсегда. Паста, панчетто, чеснок, перец, яйцо, сыр. Сегодня будем готовить настоящую пасту карбонара. Для этого блюда нам отлично подойдут спагетти. Посмотрите, каким способом я буду закладывать их в воду. Я их немного перекручиваю и закидываю в кипящую воду так, чтобы паста не слиплась. Добавляю буквально одну щепотку соли, потому что у нас очень соленый сыр пекорино-романо и панчетто. Нашу пасту мы варим до состояния аль денте. И вообще, если вы настоящий гурман, вы должны полюбить слегка недоваренную пасту. Для приготовления соуса мы будем использовать сыровяленную свинину панчетто. Почему именно панчетто? Нам нужно вытопить максимальное количество жира из этих кусочков, чтобы приготовить соус. Начну я с того, что нарежу наш окорок соломкой. Далее мы закладываем панчетто на охлажденную сковороду. Почему именно на охлажденную? Для того, чтобы вытопить максимальное количество жира. Когда наша грудинка уже начала шкварчать, мы берем один целый зубчик чеснока, просто раздавливаем его и добавляем к нашей грудинке, чтобы все масло впитало аромат чеснока. Далее мы берем ступку и размалываем там горошки черного перца. Секрет от шефа. Внешний слой черного перца практически не острый. Для приготовления правильного соуса карбонара нам нужна только внутренняя часть перца. Поэтому мы просеем наш молотый перец через сито. Добавляем щепотку черного перца в наш соус. Для нашего соуса нам нужны только желтки и никаких белков. Даже не вздумайте упустить этот момент. Далее я использую овечьий сыр пекорина романа. Я натираю его тонким слоем к желткам. Сыр перемешиваем вместе с желтками. Если смесь желтка и сыра получилась немного густой, просто добавьте немного воды. Сейчас из нашей панчетто я достаю чеснок. Все, что нужно, он уже отдал этому маслу. Жир из панчетто вытопился. Далее мы добавляем пасту. Сейчас к нашей пасте и панчетте мы добавляем воду, в которой варилась паста. Перемешиваем нашу пасту. Именно в этот момент, когда жарко прекратилось, мы можем добавлять желтковый соус. Вот это настоящий соус для пасты карбонара. Он получился у нас при эмульгировании воды и жира. И больше никаких сливок. Выкладываем нашу пасту в тарелку. Украшаем щепоткой свежего молотого черного перца. И тертым сыром. Посмотрите, какая красивая и аппетитная паста у нас получилась. Именно так нужно готовить настоящую пасту карбонара. Бонжорно, Беларусь! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...